КОНЕЦ Сделать это как танцовщик я сам, это могу сказать откровенно. Влияние огромное на меня повлиял Эмалаев, огромный отец. Потрясающая мама. Отец что сделал? В седьмом классе это было, должны были танцевать. Щелкунчик Вайнонна, не было мальчиков, параллельные классы. Позвали меня, я такой демихарактерный считался, грандометчиков танцевал, вот такие все вещи, такие номера. Ну и вот я прорепетировал, через неделю концерт, мама пришла, мама сразу говорит, плохо уходить надо. И сказала Леонид, это катастрофа, что из себя представляет Миша. Ну, отец действительно репетировал, блистает. Он пришел у меня, поставил правильное русло за, не знаю, две репетиции. Я очень прилично танцевал. И потом действительно, техническая сторона, это отец, то ли у него был дар гипнотизера. Он говорил, мы делали, даже не согласны. Все получалось у вас технически. Эмоционально, как надо, вообще страстная сторона, это высшей мамы никого не было. Ермолаев, это вообще научил нас мыслить. Как надо танцать, как надо искать себя, как надо делать новый образ. Субтитры создавал DimaTorzok Я вообще действительно не могу перед спектаклем много разговаривать и веселиться. Как-то что-то поговорил, весело, хорошо и пустой, внутри как барабан. Вот это все, когда держишь, конечно, при том, что основа техническая уже подготовка, и в том, что на сцене вырывается такой эмоциональный мощный всплеск, тогда это действительно убеждает, как сказал Пагани, надо сильно чувствовать, чтобы другие чувствовали в зале. Субтитры создавал DimaTorzok Я бы по-другому провел свой путь и гораздо лучше, удачливее и для себя, и для искусства тоже вообще. Трезвого взгляда мужчины не хватало. Я боролся сам, ну, у меня был один мой, рядом один человек, это мама. Вот практически, это, так сказать, мое дыхание было, мама. Ну и, естественно, когда человек всегда говорит, вот знаешь, Мишенька, а вот Вафтан Михайлович так, а вот Ассан Михайлович так, а вот Ермолаев так, очень трудно не попасть под влияние. Я могу сказать одно, что если я не работал в юности и не работаю сейчас, я не могу, я должен, извините, или пить водку, или пить без конца чай. Я не могу просто так гулять по лесу и дышать, наслаждаться, о, какая елка, и чудно пахнет сосна. Мне абсолютно все равно. Или я должен, я отдыхаю потому, чтобы выступить на конкурсе и выиграть его. Или я пишу какое-то либренте. Меня интересует философия, меня интересует беседа с тем философом или с тем человеком, который мне интересен. Я тут могу посвятить этому день. Волнует вообще человек, жизнь, смысл твоего существования, понятие времени, когда ты живешь. И самое главное, понятие того времени, когда ты уже постарел, и время меняется. Вот, когда приходит новое время, по страстям, по вкусам, по идеалам приходит новое время, вот тут уходящий человек, вот как я, допустим, он должен или понять хорошо это время, и как-то с ним вместе прожить еще, или, так сказать, быть отброшенным и уйти, так сказать, из жизни. Не специально там, пух, ну, понимаете, да? Вот сейчас закончится книга, ничего не делай, да, я пишу. Я назвал ее только для друзей. Кому, я интересен, кому могу помочь? Вот, молодой танцовщик, барьерина, который моего эмоционального склада, которым кто-то оскорбил, тяжело в жизни переживает, тяжелый момент творческий. Вот я подсажу, что ты не одинока. Это было до тебя, это все ерунда, все проходит. Написать какие-то воспоминания, как-то обречь это в форму рассказа, высказать свои мысли по поводу этого события, которое вы описываете, это интересно. Самое главное, чтобы не остыть, не быть импотентом творческим. Вот как ты потерял, у меня были моменты, теряешь интерес к творчеству. Вот это ужас. Меня всегда волновало, чтобы мне было интересно и хотелось жить в Рассейне. Субтитры создавал DimaTorzok